Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. 20 тысяч за шантаж по дружбе. Девушка грозила своей однокурснице распространить в интернете ее личные фото, но не успела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Количество аварий на дорогах республики растет, растет и число жертв. О цифрах ДТП и что делается для того, чтобы дети знали правила на дорогах, расскажем сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Футбольный кубок. Две успешные команды сезона столкнулись в драматическом бою в Махачкале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве 20 тысяч рублей. Девушка требовала деньги взамен обнаженных фотографий своей однокурсницы. С заявлением в полицию обратился 45-летний житель Ставропольского края. Мужчина пояснил, что шантажируемая девушка является однокурсницей его дочери и некоторое время проживала в их доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там я услышала, что эта девочка обратно говорит про меня плохие слова, то, что нет, то, что есть, говорит всякие слова. И я таким образом просто взяла и выставила этого человека фотографии. От моего страны никаких оград, никаких шантажей, ничего не было, мне от них ничего не нужно было. Я просто хотела свои деньги получить. В Цахурии в результате схода лавины пострадала одна из старейших мечетей на Северном Кавказе. На стенах мечети медресе, основанной в 1075 году, образовались трещины. По словам главы села, если бы не спецтехника, которая была расположена на территории мечети, то стена бы обрушилась. При повторном сходе лавины в этом же направлении посредства для мечети могут оказаться куда более серьезными. Кроме того, в опасности в настоящее время находятся еще 10 жилых домов. Сейчас в селе продолжаются работы по расчистке лавины. На месте сосредоточено 5 единиц тяжелой техники. За неделю на дорогах Дагестана погибли 8 человек. По данным госавтоинспекции, в Дагестане зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Среди них были и дети. Одна из аварий, где скончались 4 человека, произошла в Акушинском районе. Житель Дербента не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и упала в обрыв высотой 60 метров. Водитель и находившиеся в автомашине трое жителей Дербента погибли на месте. В госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения во избежание таких трагедий. В Махачкале прошел финал республиканского конкурса «Безопасное колесо». В нем приняли участие школьники из разных уголков Дагестана. Мероприятие проводится с целью снижения дорожно-транспортного травматизма. Подробности расскажет Хамзанур Магомедов. Фигурное вождение, знание правил дорожного движения и оказание первой медицинской помощи. Финалисты конкурса, их всего четыре коллектива, проходят испытания и соревнуются друг с другом. Мы составляли разные испытания друг с другом. Делали всякие дороги, чтобы мы проходили похожие на эти. Знаки учили, первую медицинскую помощь. Республиканский конкурс проходил в три этапа. По месту жительства, а затем в районных центрах. Финали участников собрали в столице республики. Как отмечают организаторы, цель соревнования – повысить знания правил дорожного движения школьников. Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия в школах. То есть, приходят, проводят беседы, викторины, акции по правилам дорожного движения. Соответственно, у детей откладываются уже науки правил дорожного движения, что они демонстрируют на данном этапе конкурса. По итогам всех испытаний, как практических, так и теоретических, первое командное место заняли школьники Махачкалы. Они будут представлять Дагестан на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Министерство культуры Российской Федерации выделило свыше 70 миллионов рублей на реставрацию Дзербенской стены. Деньги направлены на восстановление южных ворот Ортокопы. В настоящее время на месте обрушения ведутся противоаварийные работы и параллельно разрабатывается проектная документация. Полное восстановление ворот планируется завершить до конца 2022 года. Напомним, частичное обрушение крепости произошло в ноябре прошлого года из-за длительных проливных дождей. Дагестан впервые вышел в лидеры по урожаю винограда в России. В этом году аграрии собрали более 200 тысяч тонн. Об этом говорили сегодня на итоговой коллегии Минсельхозпрода Республики. Реализация мероприятий госпрограммы по развитию сельского хозяйства позволила в 2020 году поддержать более полутора тысяч культуры. Сельхозтоваропроизводителей. Также было отмечено, что наш рис стали высоко оценивать за пределами республики. С площади 25 тысяч гектаров, 25 и 6 тысяч гектаров собрано 111,6 тысяч тонн риса при урожайности 43,5 гектара. Это без преувеличения, можно сказать, лучший показатель валового сбора этой продукции за все время его выращивания в нашей республике. По производству белого зерна республика уступает только Краснодарскому краю. Должен отметить, что по вкусовым качествам наш рис намного лучше краснодарского риса. И, к сведению, они продают свой рис, но покупают наш рис и потребляют в пищу краснодарца наш рис. Дагестан является одним из крупных животноводческих регионов в России и занимает первое место по поголовью мелкого рогатого скота. В регионе ведется селекционная племенная работа по улучшению качеств дагестанской горной породы при скрещивании с породой российской мясной. Мы продолжаем заниматься горно-отгойным животноводством, потому что у нас есть летние пастбища, порядка 270 тысяч гектаров. У нас есть зимние пастбища, порядка полтора миллиона гектаров, которые приспособлены по природе и предназначены для ведения горно-отгойного животноводства. Однако с молочным скотоводством, или иначе с крупным рогатым скотом, в Дагестане серьезные пробелы, отметил зампредседателя правительства. Связано это с острой нехваткой зоотехников-селекционеров. Вопросы развития молочного скотоводства, вопросы развития крупного рогатого скотоводства вообще, это вообще вопросы забытия. Никакой племенной работы там не проводится. Как говорил мой научный руководитель, в далекие 80-е годы, там кон не валялся на племенной работе в этом направлении. С этим и подтверждением тому, что я говорю, каждый год в декабре месяце, когда проходит аттестация о применении, у нас большие проблемы бывают в Министерстве сельского хозяйства, потому что в Департаменте племенного дела и животноводства наши материалы не проходят. Не проходят, потому что в рядовых хозяйствах, я сразу отвечаю на этот вопрос, нет зоотехнику-селекционеров. Нет плана племенной работы. Никто этим вопросом не занимается. Все наши аграрии, все наши фермеры, они настроены на то, чтобы получить ежесекундную или ежеминутную выгоду, не думая о перспективе. Весенняя закладка виноградников в республике уже началась. Понаблюдать за ходом весенних полевых работ прибыл начальник управления развития виноградарства и алкогольного регулирования Министерства Хоспрода Республики Гайдар Шуайбов. Виноградники сажают на 125 гектарах в селе Верхний Джангал Дербенского района. Более 95 гектаров уже заняты молодыми ягодами. Посадка саженцев винограда механизирована. В помощь привлечены специалисты из Крыма. Мы здесь собираемся сажать самые современные сорта. Шардоне, Мерло, Сапирави, Кабарне Савиньон, Савиньон Белый. Вот такие сорта. У нас механизированная работа идет, механизированная посадка. С Крыма до горбол. Вот они высаживаем и мы тоже соответственно помогаем. Наша производительность около 10-12 тысяч. При хорошей погоде и 15 тысяч в день мы можем посадить саженцев. Мы здесь уже работаем второй месяц, потому что погода была неблагоприятная. У вас здесь выпал снег, дождь. В прошлом году собрано почти 209 тысяч тонн урожая. Это рекордный за последние 30 лет показатель. Республика вышла на первое место среди субъектов Российской Федерации по объемам волового сбора винограда. Лучшие врачи. В рамках социальной программы «Научный потенциал» председателя Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Зумруд Бучаева отметила благодарностью врача-нейрохирурга Халимат Гаджимагомедову. Эта награда как символ признания, заслуг и выражения благодарности врачам, которые своей деятельностью помогают развивать медицинское дело в регионе. Подробности расскажут мои коллеги. Халимат – врач-нейрохирург. Девушка окончила научно-исследовательский институт имени Бехтерова, после чего успешно применяет свои знания в области нейропсихологии на базе Республиканской клинической больницы. По ее словам, поддержка со стороны координатора проекта «Здоровое будущее» – это огромная мотивация для молодых специалистов. Халимат Ахмедудиновна от профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан и от себя лично. Примите эти цветы в знак благодарности и эту грамоту. Программа профсоюза работников здравоохранения «Научный потенциал», которую реализуют в Республике, предполагает оказание материальной поддержки молодым ученым, защитившим кандидатские и докторские диссертации. Кроме того, общественная организация присуждает ежемесячно именные стипендии студентам высших и средних учебных заведений «Очная форма обучения» за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской работе и активное участие в деятельности профсоюза. Благодарю вас, что вы поддерживаете нас, молодых специалистов, и мотивируете на дальнейший рост. Спасибо вам большое. Депутат Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаева ведет большую социальную работу. Всячески оказывает поддержку и помощь работникам здравоохранения не только как народный избранник, но и просто как женщина. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Махачкала». И о спорте. В «Махачкале» на поле стадиона Дагестанского государственного аграрного университета прошел финал Кубка национальной футбольной лиги в формате 8 на 8. В матче за почетный трофей сошлись две самые успешные команды сезона. Встреча Казбека и спортшколы имени Умаханова выдалась драматичной по накалу страстей. Кто в итоге увез с собой кубок, расскажет Курбан Рагимов. В финале Кубка НФЛ Дагестана встречались действующий обладатель трофея Казбек и лидер регулярного чемпионата спортшколы имени Умаханова. Хасавюртовцы начали игру активнее. Счет на второй минуте выстрелом с линии штрафной открыл Азамат Абдурахманов. Не успев оправиться от первого мяча, номинальные хозяева получили второй. Ошибка голкипера привела к курьезному голу. Такое начало не надломило амбициозных казбековцев. Подгоняемые болельщиками они понеслись вперед. Разрыв в счете сократил Раджаб Саидов. И еще через 10 минут он же вновь был самым расторопным штрафной у игроков в красной форме. Это бесценно, а вот Халине... Удар, еще, рикошет! Саидов заносит просто не ожидание. Знаете, такие две колоритные команды. Казбек-то уже не хриская эта история. А Шор, они только пишут свою историю в национальной футбольной лиге. Пока все оправдывает. Команды ранее встречались в чемпионате. Их встреча завершилась ничьей 2-2. Сейчас вот матч ближется к завершению, также еще 2-2. Поэтому еще ребята не выявили победителя. Три сезона в любительском футболе. Вместе с уровнем игры есть позитивные изменения и в организации турнира. Работает система видеопомощи арбитрам. Заметно улучшилось качество трансляции матчей. Второй комментатор работает в дубровке поля, а съемка идет с четырех камер. Соперничество в финальной игре идет не только на поле, но и на трибунах. Здесь бурные аплодисменты, крики поддержки и даже пиротехника. Собираемся с друзьями. За пару дней до игры оставляем все свои дела, приезжаем, болеем. Болеем давно за свою команду. Второй тайм также прошел в острой обоюдной борьбе. Однако обилием голов команды зрителей уже не баловали. Развязка наступила за две минуты до финального свистка. Форварду спортшколы имени Умаханова удалось без особых препятствий оказаться в штрафной и распечатать ворота соперника. Чтобы сравнять счет, у Казбека не хватило ни сил, ни времени. Повели 2-0, думали, все уже, сейчас наладим игру. Начался какой-то сумбур, у нас пропустили два мяча. Но Казбек хорошая, крепкая команда, с ними всегда такие тяжелые игры. Они хороший соперник. Ну, мы в конце оказались удачливы, и поэтому получилось забить. У нас в команде нашего молодого игрока, Хамзата Эльтамира, умерла мать. Мы хотели хоть как-то его обрадовать. Думаю, у нас получилось. Кубок Дагестана в формате 8 на 8 стартовал в декабре прошлого года. В спорт за трофей вступали 33 коллектива. Выиграв кубок, команда из Хасавюрта намерена поставить жирную точку и в регулярном чемпионате. За три тура до окончания спортшкола имени Умаханова идет на первой строчке. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Триумфом дагестанских вольников во Владикавказе завершилось первенство России среди юношей. Воспитанники спортшколы республики выиграли там 13 медалей разной пробы. Золотые награды в свой актив занесли Муса Пайзулаев, Ахмат Мусагаджиев, Халид Магомедов, Долгат Абдулкадыров, Хабиб Завурбеков и Ахмед Мусаев. На втором месте по количеству наград высшей пробы оказались хозяева ковра Республика Северная Осетия Алания. У них три чемпиона. Первенство России станет главным этапом отбора в национальную команду. Победители и призеры летом выступят на первенствах мира и Европы. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова